Всем привет, друзья! Это обзор 228 главы манги One Punch Man. Прежде всего, хочу извиниться за свое долгое отсутствие. Прошло почти два месяца с моего последнего обзора. Причина заключается в том, что у меня были проблемы, из-за которых я не мог уделить время ютубу. Но так дело не могло продолжаться, ведь я пропустил аж две главы без обзора. Мне многие писали, чтобы я вернулся, сделал обзор главный, И спустя долгое время, хоть мне и трудно, но я все же решил вернуться. Потому что немало людей писали вконтакте слова поддержки и в комментариях старых видео. За что я вам всем благодарен. Я ценю вашу заботу и поддержку. И конечно, я не мог пройти мимо. И вот я здесь, с обзором главы, которая вышла месяц назад. Я буду стараться выпускать видео как можно чаще. Спасибо всем, кто поддерживал меня и ждал моего возвращения. Если вы хотите поддержать меня донатом, ссылка будет в описании под видео. Что ж, не буду вас томить, давайте перейдем к видео. Наконец-то дождались. Итак, в 228 главе действия происходят точно так же, как и в 106 главе Вепки Вана. После битвы с Татсумаки, Сайтама весь потрепанный заходит домой, где встречает героев А-класса. Бабочку Дикси, цепную Жабу и Форте. Сайтама высказывает свое недовольство и говорит, чтобы те уже отстали от него. И тут Форте снимает свой прикид и шапку, как шляпу в знак уважения к нему. «Сайтама, извини, что вел себя так грубо. Если тебе нужен новый прикид, я могу тебе принести. У меня полным-полно ненужной одежды». Форте предлагает Сайтаме одежду, обувь и даже предлагает ему пойти в кафешку вместе покушать. А Сайтаме от внезапного такого поведения даже стало не по себе. «Мы ведь товарищи из А-класса, и с этих пор будем на тебя рассчитывать. Если у тебя возникнут еще проблемы, дай знать, не стесняйся». Жаба и Дикси не понимают, что это с Форте. Неужто не пришел в себя после аварии? На что тот отвечает? «Когда я лежал в больничной палате, я увидел, как он сражается. Его сила совсем на другом уровне. Даже объединившись, у нас не было бы и шанса против него. Честно говоря, думаю, мы бы даже десяти секунд не продержались. Тогда я и осознал нашу разницу в силе». Форте рассказывает им, что причиной землетрясения были не монстры, а Сайтама. Так они узнали о силе Сайтамы. И теперь будут следить за ним и пытаться разугадать его секрет. Но пока что Форте говорит, что им лучше держаться с ним рядом. И для этого надо делать то, чего он хотел. И это ухаживать за его питомцами. Напоминаю, собачка – это бывший питомец короля монстров Орочи. А этот Чернос – один из сильнейших монстров. Но пока что он слаб и собирается набраться сил. Он понимает, что рядом с Сайтама ему ничего не грозит. Ибо знает, что он сильнейший герой. Далее мы спускаемся в подвал Ассоциации Героев. Где лежат куча уничтоженных монстров с самим Сайтамой. Но прибывшие на место герои думают, что это наверняка дело рук других монстров. Но тут вмешиваются члены группировки Фубуки. Которые свидетельствуют, что это некий герой А-класса в одиночку все сделал. Конечно, они ему не верят. Но назревает вопрос поинтереснее. Какого черта Ассоциация держала таких сильных монстров здесь? Ведь считается, что этот новый город – самое безопасное место. Сотрудники Ассоциации отмазываются. Говоря, что не знали об этом. Их расспросили отцу Киоми, тайной организации. И казалось бы, деться им уже некуда. Но нет. Пришел Мехаэспер и оправдал их. Говоря, что скорее всего это были монстры, которые пришли спасти своего товарища. Речь идет о Псайкес. Эти так называемые Цукиоми – лишь тайная организация из городской легенды. Мехаэспер говорит, что все это не более чем выдумки. И говорить о них всерьез не имеет никакого смысла. Конечно, после всего сказанного ему поверили. Зачем он оправдал Ассоциацию? Зачем скрыл всю правду? Ответ очевиден. Он заодно с членами Ассоциации Героев. Вот и поддержал их. Скрывая от всех всю правду. Тут появляется Фубуки. И предлагает Маккою, члену организации, договориться кое о чем. У нее в руках доказательства того, что они держали под штабом монстров демонического уровня. Он отмахивается, говоря, что они использовали их в целях проверки оружия стального рыцаря. Но затем она показывает документы, доказывающие о крупных сделках со сторонними организациями. В том числе, конечно, есть и Цукиоми. О чем они и умалчивают. Маккою понимает, что если эта информация просочится в люди, то их репутация и доверие резко упадут. Поэтому соглашается на сделку с Фубуки. Которая предлагает вынести все куски монстров наружу. И подстроить все так, будто Тацумаки уничтожила их и спасла город. Она говорит, что это и для них большой плюс. Это позволит им завоевать доверие проживающих там богачей. От которых они и зависят. Маккою соглашается на сделку. И они приступают к реализации этого плана. Тацумаки разбрасывает остатки монстров на поверхности. Тут мимо проезжает группировка Фубуки. Которая резко останавливается среди башки монстра. И вытаскивает оттуда Псайкос. То есть, она неспроста договорилась разбросать монстров на поверхности. Она это предложила, чтобы спасти не только свою сестру. Но и Псайкос в том числе. Чуть позже. Новости уже кричат о том, что на город напали очень сильные монстры. И герой С-класса, ужасная торнадо Тацумаки, расправилась с угрозой. После этой новости все горожане почувствовали себя в безопасности. И стали хвалить Тацумаки. Которая в одиночку сражалась с монстрами и спасла их. Эту новость смотрел и Сайтаму вместе с Геннессом. А? Че за брехня? Это я остановил Тацумаки, а они выставляют меня каким-то монстром? Алло, я бы хотел пожаловаться. Также сообщается, что весь нанесенный ущерб оценивается в несколько миллиардов. После этих слов ведущего, Сайтама останавливает Геннесса. И говорит, что все нормально, пусть Тацумаки наслаждается своей славой. Геннесс принял это как великодушие Сайтамы. И как обычно, взялся все записать в свою записную книжку. А Сайтама тем временем заказывает еще одну порцию лапши. Кстати, для тех, кто сейчас кушает, приятного вам аппетита. Итак, далее мы видим, что Ассоциация Героев ведет расследование. Они хотят разузнать, как сбежала Псайкос. Тацумаки говорит, что понятия не имеет, как это случилось. И скорее всего, она это прошла через дыру в земле или на потолке, когда все отвлеклись. Как бы то ни было, она винит себя в том, что она сбежала. И берет на себя всю ответственность. Она намерена найти ее и просит поручить ее розыск ей. Конечно, члены Ассоциации с ней не согласны. И после ее разгрома они ей не особо доверяют. Но она затыкает их тем, что благодаря ей все жители вновь доверяют им. И вдобавок, она решила проблему с их халатностью. Речь идет о монстрах, которых они держали в подвале. А еще она говорит, что ей плевать, какой там уровень угрозы. Будь то один драконий или два. Быстренько вернет ее и все. Все, делов-то, да и лучше нее вариантов у них нет. Она уловила ее частоты сил и теперь сможет найти ее. А еще ей никто не нужен для помощи. Они только будут путаться под ногами. После слов Тацумаки, Макой говорит. Не могу поверить, что ты так раскаиваешься, что предлагаешь поискать ее самостоятельно. Это очень мило с твоей стороны, Тацумаки. После слов Макойа, Тацумаки поворачивается и говорит, что да, у нее просто сегодня хорошее настроение. Напишите в комментариях, почему у нее сегодня хорошее настроение. Тот, кто первый отгадает, попадет в следующее видео. Далее мы видим ребенка Императора, который сидит за мониторами. Что он там делает? Играет в Майнкрафт? Нет. После того, как он посмотрел новости, ему показалось, что там что-то не так. И он решил взломать их систему, где обнаружил все секретные данные ассоциации. И оказывается, они обо всем нам врали. Что же там такое? Да те же самые сделки со сторонними организациями, лишь бы заработать побольше денег. Им наплевать на жизни людей. Вот что за секретные данные там хранятся. Кстати, нам об этом рассказала сама Фубуки. До ребенка Императора их систему взломал член группировки Фубуки по ее просьбе, чтобы шантажировать Макоя. Что мы с вами и увидели. Я уверен, что в этих данных есть информация о Сайтаме. О том, что он безумно силен и нужно за ним приглядывать. Наверняка они планировали, как его остановить. Но для начала им, конечно, нужно понаблюдать за ним. Но это лишь мое мнение. Что точно нам известно, это то, что Бафой, стальной рыцарь, наблюдает за Сайтамой. И если он заодно с ассоциацией, он мог поделиться этой информацией с ними. И в таком случае, конечно, логично предположить, что они все знают. Напишите свое мнение в комментариях. Лично я не думаю, что за все время ассоциации не замечало, как Сайтама уничтожал монстров демонического или даже драконьего уровня. Что ж, это был обзор 208 главы. Хоть я и опоздал, я все же решил, что вы будете рады увидеть мой взгляд на эту главу. Чуть позже будет и обзор 209 главы. Так что обязательно нажмите на колокольчик, чтобы получить уведомления, как только выйдет видео. Спасибо за поддержку. С вами был Аниманго. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok